Маша, да? Другой уже ответ. Ах, может быть, пройдет терзание мучений, пройдет, когда любит предмет, узнав свое терпение, скончав мое мучение, придет в виду. Это разлище. Мне кажется, что я бы разносил стоп. Сначала идет две стопы, потом одна стопа, потом одна стопа, потом опять две стопы, а потом опять дверь. Это правда. Можно я прочту чуть-чуть по-другому? Ах, может быть, пройдет терзание мучений, пройдет, когда любви предмет, узнав мое терпение, скончав мое мучение, придет любви предмет. Это вообще о чем? Т.е. мое чувство пройдет или нет? Так, нет. Любви предмет. Это что? Любви предмет. Или точнее это кто? Любви предмет. Любви предмет. Любви предмет. Любви предмет. Замечательно. Итак, она что сделает? Она его приветствовала. Она придет к нему всего-навсего-то. Это не то же самое секретарение, что было тоже в варианте 4-го. Так, ну-ка другая страфа. Давай. Ах, как я счастлив был. Как счастлив я оказался. Только странные вот эти рифмы для нашего слуха сейчас странные, да? Пройдет, придет, предмет. Почему они такие странные? Потому что язык же менялся. Это была обычная рифма. А язык поменялся. Ну, она уже всегда менялась. Так, во-первых, язык менялся. Конечно. Конечно. Правда. Так. И еще одна вещь. Для красоты. Перед нами стихотворная строчка. Где, возможно, как вы помните, все. Даже Жуковский, который, конечно, придет и пройдет, рифмует. В другом. Птичка летала. Птичка поедет. Откуда мы знаем? Дальше будет. Мрачная. Птички уж нет. Он рифмует поедет и нет. Помните? Вспомните, пожалуйста, известное вам, наверное, с детского сада, начало басни Ивана Андреевича Крылова. Лебедь, рак и щука. Когда в товарищах согласия нет, налажено. Дело не поедет. У Крылова это так. Вполне возможно, что в его юности, когда... Он родился давно, помните, да? Я сейчас знаю. А может, я это специально взял? У меня-то... Возможно, что так еще и говорили. Мы уж писали это точно так. А басни довольно позднее. Она написана уже при жизни Пушкина. Вау. Возможно, какие-то... И, скорее всего, конечно, и Крылов, и Пушкин. Скорее всего, у нас нет магнитофонных записей. Скорее всего, они говорили, конечно, пойдет, придет, но в разговорной речи. А в стихе, чтобы была рифма, правда? Скорее всего, чтобы показать, что это старинная вещь. И чтобы показать, что это старинная вещь, вот тут есть поедет, поедет. Пусть это вас не смущает. Хорошо?